Всем привет, с вами Encrypted и сегодня мы поговорим о сложном. Разбираем YIP4844 как прото-данк-шардинг и вообще зачем это нужно эфиру. Поехали! Начнем мы с того, что такое шардинг эфира. В сети эфира планируется реализовать так называемый данк-шардинг, модель в которой используются комитеты случайно выбранных валидаторов для защиты шардов от атак Сивилы и выборка доступности данных, сокращенно DAS, чтобы подтвердить доступность информации без полной загрузки пакета данных. Сам эфир будет разделен на 64 шарда, которые подключаются к координационной цепочке Beacon Chain. В этой цепочке будут запущены так называемые узлы-оферранты, которые отбирают транзакции и передают их конкретному шарду для обработок и формирования блоков. Если проще, то вместо одной последовательной цепочки, в которой каждый узел должен загрузить каждую транзакцию, будут координационные Beacon Chain и связанные с ней шарды, параллельно обрабатывающие транзакции. Узлы в каждом шарде хранят только свою часть данных, связанных с их транзакциями вместо полной истории транзакций в сети. Большое примечание. Концепция шардинга эфира получила название «Данк шардинг» в честь исследователя эфира «Данкард Фейс», который и предложил описанную высшую архитектуру. Подробное техническое описание данк шардинга от Виталика Бутерина доступно по ссылке в описании. Теперь, собственно говоря, «Данк шардинг» и «ЕИП-4844». «ЕИП-4844» предлагает реализовать в сети эфира «Протоданк шардинг» — предварительный этап, который должен нести основные изменения, необходимые для полноценного запуска данк шардинга в будущем. «ЕИП-4844» преследует две цели. Первая — подготовка к реализации шардинга. Для этого планируется реализовать новую логику транзакций, необходимую для внедрения шардинга, внести изменения в Beacon Chain и Beacon Notes, разделить проверку транзакций в Beacon Blocks и ввести большие двоичные объекты. Подробности ниже. И вторая цель — снижение стоимости газа для Layer 2. Этой цели будут способствовать как новая структура данных транзакций, так и запуск механизма динамичного регулирования стоимости газа для больших двоичных объектов. Полный список изменений, внедряемых в «ЕИП-4844» и работы, которую еще нужно проделать для полной реализации шардинга, доступные в техническом описании предложения. Разработчики мотивируют необходимость внедрения proto-данк шардинга высокими комиссиями в экосистеме эфира, которые даже в Layer 2 сетях остаются за пределами доступности для многих пользователей. И хотя в основной сети эту проблему сможет решить только полная реализация шардинга, для Layer 2 ситуацию можно изменить уже сейчас, предоставив решением второго уровня более дешевое пространство для хранения данных. Кроме того, после внедрения шардинга Layer 2 сетям так или иначе придется проводить обновления, чтобы использовать новую структуру транзакций. «ЕИП-4844» позволит сделать это уже сейчас, не дожидаясь развертывания шардов. При этом execution уровень Ethereum и VM не будут затронут, и сеть будет совместима со всеми решениями. И снова примечание. Как и в случае с данк шардингом, название proto-данк шардинг образовалось от имени исследователя эфира proto-lambda, предложившего реализовать предварительный этап, который должен упростить переход на шардинг. Давайте теперь разберем основные нововведения в «ЕИП-4844». Главным изменением «ЕИП-4844» является внедрение нового типа транзакций с использованием больших двоичных объектов или блобов. Блоба является важной частью архитектуры данк шардинга, но до его реализации могут помочь Layer 2 сетям. На данный момент R-Lab решения при обработке транзакции отправляют в Layer 1 только короткую информацию с новым состоянием сети, в то время как данные пакета транзакций записываются в колл-дата. Запись данных в колл-дата хоть и обходится дешевле, но узлы хранят эту информацию бессрочно, что приводит к накоплению данных и повышению требований к нодам. «ЕИП-4844» предлагает записывать данные пакета транзакций не в колл-дата. Теперь чуть подробнее о основных элементах этого механизма. Блобы – это пакеты данных, в которые записывается полная информация о блоке транзакций Layer 2. При этом блоб хранится вне execution слоя, то есть у EVM нет прямого доступа к данным в блобе. Разработчики используют для описания концепции понятие мотоциклетной коляски – sidecar, поскольку блоб крепится к блоку, как к коляске, как к мотоциклу. Обработка транзакций с блобами выглядит следующим образом. Сам блоб, в отличие от колл-дата, будет храниться ограниченный промежуток времени, достаточный, чтобы роллап-валидаторы могли восстановить полную историю транзакций при необходимости. Это от 1 до 3 месяцев. После этого данные обрезаются. Жизненный цикл блоба выглядит следующим образом. Поскольку блоб может содержать большой объем данных, то на начальном этапе будет установлено ограничение 2.4 блоба. Эти начальные ограничения должны минимизировать нагрузку на сеть и, как ожидается, будут увеличены в будущих обновлениях. KZG – это доказательство обязательства, которое будет использоваться в данкшардинге эфира. Если максимально упростить, то KZG показывает, что конкретное значение в данной точке равно заявленному значению. Зачем это нужно? Как уже упоминалось, у EVM нет прямого доступа к данным блоба, поэтому, чтобы проверить достоверность данных, слой исполнения использует доказательство KZG. После внедрения EIP4844 будет следующее. Оптимистические RLAP. При формировании доказательства мошенничества могут проверить достоверность, загружая одновременно несколько значений блоба через CallData. Для каждого значения они предоставляют доказательство KZG. ЗК RLAP должны предоставить и KZG в блобе, и собственное доказательство ЗК, а затем доказать, что KZG, к которому протокол обращается за доступными данными, и собственное доказательство ЗК РЛАП относится к одним и тем же данным. Если вам интересно, что такое KZG и как это все устроено, то по ссылке в описании читайте более подробную информацию. Добавим, что для формирования KZG требуются исходные данные, которые генерируются во время публичной церемонии. Публичная церемония с участием большого количества пользователей гарантирует, что злоумышленник не сможет получить доступ к исходным данным и подделать KZG. Вдобавок к этому EIP4844 интегрирует формулу динамичного изменения стоимости газа за использование пространства для блобов. Она работает так же, как механизм, реализованный в EIP1559 и призвана обеспечить максимально быструю адаптацию стоимости газа по мере использования блобами пространства в блобах. Это все, конечно, интересно узкому кругу людей, да, потому что сложно технически, но давайте поговорим о том, как EIP4844 повлияет на обычных пользователей, то есть на нас с вами. Технические изменения, которые внесет EIP4844, мы уже обсудили, но, как это скажется на пользовательском опыте, тут важно понимать два ключевых момента. Комиссии в основной сети эфира не изменятся, или изменятся незначительно. Сам шардинг данных не будет реализован в EIP4844, а значит всем узлам, как и раньше, нужно будет загружать все транзакции. Поэтому пропускная способность сети и комиссии останутся прежними. Но снижение стоимости газа может быть вызвано переходом пользователей на Layer 2 сети, которые смогут предложить еще более выгодные условия. Комиссии же на Layer 2 сетях существенно упадут. Внедрение временных блобов вместо функции Call Data, которые сейчас используются для хранения данных Layer 2 пакетов транзакций, снизит стоимость записи транзакций. В сочетании с динамичным механизмом регулирования стоимости газа для записи блобов, это приведет к снижению комиссии в Layer 2 сетях на базе оптимистических или TheCarolab. В остальном, до полной реализации шардинга на пользовательском уровне, взаимодействия с эфиром и построенных на его основе приложений не изменится. Теперь поговорим о том, что будет дальше. Реализация прото-данк шардинга запланирована на вторую половину 2023 года, то есть уже в ближайшие месяцы, и очевидно, что это событие даст импульс для развития Layer 2 экосистемы. Даже сейчас аналитики называют текущий тренд Layer 2 Summer. Ну и мы можем наблюдать сами следующее. Стремительное развертывание ЗК-решений, ЗК-Синг, ЗК-ИВМ от Polygon, Starknet, Linea и другие. Быстрое развитие Layer 2 экосистем на базе оптимистических релапов. Оптимизм реализует Superchain, Arbitra внедряет Nitro и дегенерализованное управление. Следующее. Возрождение DeFi в релап-сетях. В новых чейнах ежедневно появляются новые DEX, площадки кредитования, агрегаторы доходности и другие типы DeFi-площадок. Сервисы, которые не популярны на эфире из-за высоких комиссий, получают вторую жизнь в Layer 2 сетях. Так, например, по данным DeFi Lama, совокупный TVL 11 релап-сетей демонстрирует рост с осени 2022 года. И хотя после дропа Arbitra восходящий тренд TVL фактически остановился, IP4844 может стать тем самым драйвером, который отправит основные Layer 2 сети, если не на Луну, то выше средней производительности рынка. Пытаемся еще раз переварить все, что мы наговорили, и подводим итоги. IP4844 – это предложение по развертыванию в основной сети эфира ProtoDunk Sharding, промежуточного этапа перед полноценной реализацией шардинга. ProtoDunk Sharding ставит перед собой две основные цели. Внедрить часть базовых изменений в работе сети, необходимых для развертывания шарда в будущем, и предоставить для Layer 2 решений дешевый способ хранения пакетов транзакций, что, соответственно, снизит комиссии в роллап-сетях уже сейчас. Достичь этих целей планируется через реализацию новой логики транзакций с использованием больших двоичных объектов – блобов с временным хранением данных. Полный потенциал блоба будет раскрыт только после полного шардинга, но сразу после развертывания IP4844 Layer 2 смогут использовать блобы для записи данных транзакций вместо CallData. Основным следствием IP4844 для обычных пользователей станет существенное снижение стоимости транзакций в Layer 2 сетях, и, возможно, незначительное удешевление газа в основной сети эфира. Это может произойти, потому что часть пользователей уйдет в Layer 2 сети, и сеть эфира немножко разгрузится. Это, в свою очередь, может дать толчок к стремительному развитию роллап-решений и их экосистем. Надеемся, вам было интересно узнать кое-что. В любом случае полезно понимать что-то новое, как работает сеть эфира, потому что это одна из фундаментальных сетей криптоиндустрии, на которой построено огромное количество продуктов, токенов, дефи-решений, NFT-шек и так далее. Если вам было интересно и полезно, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы вдруг смотрите на Патюка, и напишите какой-то коммент. С вами был Нигиптед, всем пока!